Майят 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 Причем Майят делится на два вида Майят наблюдения и Майят поддержки Первый вид Майята означает, что Всевышний Аллах наблюдает за всеми творениями В священном корене говорится У него ключи к сокровинному И знает о них только он Ему известно то, что на суши и в море Даже лист падает только с его ведома Нет ни зернышка в мраках земли Ничего-либо свежего или сухого Чего бы не было в ясном писании Сураскод аят 59 Алям тара анна Аллаха я'ламу ма фи сэмавати в ма фи л ард Ма якуну мин нагива ثаласатин илла хуа раби'хум Вала хамсатин илла хуа садису хум Вала адена мин залика Вала акфара илла хуа ма'хум Разве ты не знаешь, что Аллах уведомо то, что на небесах И то, что на земле Не бывает тайной беседы между тремя Чтобы он не был четвертым Или между пятью Чтобы он не был шестым Больше их или меньше Он всегда с ними, где бы они ни были А потом в день воскресенья Он поведает им о том, что они совершили Воистину, Аллах знает обо всякой вещи Сурапрепирательство Аят 7 А второй вид ма аята Это поддержка, удача, защита, помощь и забота Всевышний Аллах посвящает это своим посланникам, пророкам, праведникам и благочестивым рабам В Священном Коране указывается на этот вид великого маята В различных местах Например, когда всемогущий Аллах обратился к двум благородным пророкам Моисею и Аруну Говоря Он сказал Не бойтесь, ибо я с вами Я слышу и вижу Суратаха, аят 46 Это и есть такой ма аят, о котором говорил Моисей Мирему Когда его люди думали, что фараон и его солдаты непременно настигнут их И что им нельзя избегать его притеснения Ибо море было перед ними, а фараон и его солдаты были позади них Поэтому они кричали Поистине, мы однозначно настигнуты Суратаха, аят 61 Однако Моисей Мирему с уверенностью Того, кто крепко уверует в ма аят и поддержку Аллаха Сказал О нет, со мной мой господ И он укажет мне прямой путь Сурапаэти, аят 62 Это тоже есть и такой ма аят, который сопровождал пророка Мухаммада Мирему И благословение Аллаха, его друга Абуба Краснадыка Да будет доволен им Аллах во время благословения хиджры из Мекки в Медину Со слов Анаса передается, что Абубакр сказал Когда мы прятались в пещере Я увидел ноги многобожников у самых наших голов И сказал О посланник Аллаха Если кто-нибудь из них посмотрит себе под ноги То обязательно увидит нас В ответ мне пророк сказал А что думаешь ты, Абубакр? О двоих, третьим для которых является Аллах Как же прекрасно и замечательно, когда всемогущий Аллах сопровождает раба Ведь тот, кому дарова маят Аллаха Не должен обращать внимание на того, кто с ним и кто против него Так, если раб желает получить маят Аллаха Ему следует входить в одну из дверей, которые доводят до него А также ему надо учитывать необходимые для этого причины в том числе Во-первых, вера во Всевышнего Аллаха, который говорит Воистину Аллах с верующими Сура добыча, аят 19 При этом посланник Аллаха, да благословите его Аллах И приветствует, разъяснили, что такое истинная вера Говоря, суть веры заключается в том, чтобы ты веровал в Аллаха И в его ангелов, и в его писания, и в его посланников И в последний день, а также в том, чтобы веровал ты В предопределенности как хорошего, так и дурного Во-вторых, истинная богобоязненность и творение добра Священный Аллах говорит Воистину Аллах с тем, кто богобоязнен и кто творит добро Сурабчоли, аят 128 Бойте с Аллаха, и знайте, что Аллах с богобоязненными Сура корова, аят 194 Воистину Аллах с творящими добро Сура паук, аят 69 Богобоязненность это совершение всякого дела Которое удовлетворяет Всевышнего Аллаха И отказывает от всякого дела Чем Всевышний Аллах не бывает довольным В-третьих, в проявлении терпения Всемогущий Аллах изрек Васберу, инна Аллаха ма ассабирин Будьте терпеливы, ибо Аллах с терпеливыми Сура добыча, аят 46 Ваваширы ассабирин Аль-Ладзина, ида ассабат, хум усыбат, хум калу, инна лиллахи, ва инна илейх раджа'ун Ула-ика алейхим салаватум нирраббихим варахмах Ва-улла-ика хум мухтадун Обрадужи терпеливых Которые, когда их постигает беда, говорят Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся Они удостаиваются благословения своего Господа и милости Они следуют прямым путем Сура корова, аяты 155, 6, 7 Восбирли хукми раббика, фа инна ка бе айюнина Потерпи же до решения своего Господа Ведь ты у нас на глазах Сура гора, аят 48 Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, тоже сказал Знай, что в терпении, которое тебе ненависно, много блага При этом терпение – это удержание души от подавленности Удержание языка от жалоби Удержание органов от паники Терпение достигается посредством борьбы против души Ведь это лучший дар Посланник Аллаха, да благословите его, Аллах и приветствует, сказал А тому, кто станет проявлять терпение, Аллах внушит терпение И кто, и никто еще не получал более щедрого дара от Аллаха, чем терпение Четвертое – бдительность совести Человеку, у которого бдительная совесть, хорошо осознать, что всемогущий Аллах есть и с ним Там, где он бывает, и что для Аллаха ни одна тайна не останется закрытой Поэтому пророк Юсеф, мир ему, когда двери были закрыты И причины непослушания Аллаху были совсем подготовлены для него Он искал защиту у своего Господа, осознав, что Аллах находится с ним в любой момент Повторяя Так, искреннее ощущение маята Всевышнего Аллаха имеет великую награду Ибо Всевышний Аллах непременно избавит раба в судний день, если раб боится Всевышнего Аллаха в мирской жизни Со слов пророка, да благословить его Аллах и приветствовать, сообщается, что Аллах Всевышний сказал Клянусь своей честью, не объединю я в рабе своем одновременно два страха и два спокойствия Если раб мой будет бояться меня в ближней жизни, то я успокою его в день воскресения А если в ближней жизни он будет спокоен, то я устрашиваю его в день воскресения В-пятых, поминание Всевышнего Аллаха Аллах, Слава Ему и Величие, говорит Поминайте меня, и я буду помнить о вас Благодарите меня, и не будьте неблагодарны мне 40-го рова, аят 152 Со слов пророка, да благословить его Аллах и приветствовать, сообщается, что Аллах Всевышний сказал Я обхожусь с моим рабом, так как он ожидает от меня И я с ним, пока он вспоминает меня Если он вспоминает меня в душе, то и я вспоминаю его в душе Если он вспоминает меня в собрании, то я вспоминаю его в лучшем собрании Вот что я хотел бы сказать, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас Хвала Аллаху Господу миров, в мире благословенней печати всех пророков и посланников Нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня У мои братья в исламе Поистине, мой аят имеет великие достоинства и прекрасные следствия Плоды которых, раб пожинает в этом мире и в последней жизни В том числе, защиту от всякого зла и вреда Всевышний Аллах сказал Люди сказали им Народ собрался против вас Побойтесь же их Однако это лишь приумножило их веру И они сказали Нам достаточно Аллаха И как прекрасен этот попучитель и хранитель Сура семейства Имрана, аят 173 Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его Аллах доводит до конца свое дело Аллах установил миру для каждой вещи Сура развод, аят 3 Разве Аллаха недостаточно для его раба? Сура толпы, аят 36 И того, кто уповает на Аллаха и доверяет его достаточности и защиты Никакой враг не сможет победить Всевышний Аллах не разочарует надежды и желания такого раба Если мы пристально рассмотрим слова, с которыми Всевышний Аллах обратился к пророку Моисею А также если мы пристально рассмотрим слова, с которыми Всевышний Аллах обратился к пророку Мухаммаду А также, если мы пристанно рассмотрим слова Всевышнего Аллаха, и обрадуй уверовавших вестью о том, что они получат от их Господа воздаяние за свои благодеяния. Если мы пристанно рассмотрим все эти аяты, то хорошо осознаем величие, достойность и прекрасность следствия Майята Всевышнего Аллаха. Нет сомнений в том, что реальное укрытие и вхождение в маят Всемогущего Аллаха являются наиболее широкими дверями к спокойствию, умиротворению и психическому здоровью. Это позволяет человеку избегать всякого рода тревоги, беспокойства, суматохи и депрессии, поскольку как же человеку беспокоиться, когда принимает во внимание надлежащие причины и понимает, что дело все находится в руках того, кто если желает чего-либо, то стоит ему сказать, будь, как это сбивается. Всевышний Аллах говорит, Скажи, «Все благо в твоей руке, воистину ты способен на всякую вещь» Сура Семейства Имрана, аят 26 Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям, а то, что Он удерживает, никто не может не спасла после Него. Он могущественный, мудрый, Сура Ангели, аят 2 Поистине, чувствуя близость и величие величественного Аллаха, личность и общество достигают высочайшего уровня психосоциального благополучия, мирного сосуществования и общественной безопасности. Это потому, что если люди уверенно знают, что никогда не могут держаться подальше от глаз величественного Аллаха, то их поведение выпрямится и их мораль улучшится, в результате чего они соблюдают Его приказы и избегают Его запретов и учитывают надлежащие причины, чтобы исправить их религиозные и жизненные дела. Тогда человек будет жить в мире с самим собой, со своей семьей и фамилией, со своими соседями, коллегами и друзьями, с обществом и всеми людьми. В чем состоит послание Ислама, которое есть милость для всех миров? О, Аллах! Дай нам входить в Твой маят, окажи нам поддержку, победу и великое достойнество. О, Аллах! Прием нужны Твои благословения и даруй нам искренность во всех наших делах. О, Аллах! Береги Египет и все страны мира.